Вот так вот одеваю, ложусь, вот так сплю. По ночам в наушниках Галина слушает тишину. Перед ее окнами находится бар. Перед ним устраивают автодискотеку. Молодые люди собираются на машинах и шумят. Чем громче, тем лучше. Бум-бум-бум-бум-бум. Барабанит вовсю. Громко это вообще невозможно. Вечером начинается с 1 часов и до утра. Вот все это происходит до утра. Тише становится, когда ночную улицу освещают проблесковые маячки машин автоинспекции. В этот раз патрульные отправились с прокурорами. Замеров на шум не делали. Зато заставили растонироваться автолюбителей. Штрафы выписывали из-за отсутствия страховки. Громким басам, как правило, аккомпанируют рев выхлопной трубы. Положить этому конец для начала решили в Москве. Хотят запретить в столице машины и мотоциклы с измененными глушителями. То есть те, что слишком громко рычат. И ввести для них минимальный штраф в 5000 рублей. Такие наказания нужны и для остальных регионов, считают большинство автоэкспертов. Не на региональном уровне это нужно рассматривать, а только на федеральном. И, возможно, мы увидим какое-то спокойствие. Возможно, нам станет жить легче. Да, привязывать к мощности автомобиля – это какая-то глупость. И нужно очень детально прорабатывать данный вопрос. Но пока непонятно, как отслеживать нарушителей. Несколько лет назад с громкими выхлопами начали бороться в Европе. На французских улицах даже установили специальные шумовые радары. То, что такие могут появиться и в Саратове, пока автолюбители не верят.